Смоленский район, село Солоновка, гора Толстуха. И прямо сейчас мы находимся на Кубке России по параплану. Это линия старта. В небе уже приблизительно около 30 спортсменов, всего 45. И сейчас мы покажем вам хронологию всех событий соревнований. Утро, брифинг по безопасности, подготовка, старт. Так начинается день спортсмена-парапланириста, участника Кубка России. И всего 45 спортсменов из 17 регионов страны. Каждый живет этим и не представляет свою жизнь без полетов. Понравилось. Попробовал, затянуло. Не могу теперь без этого. Скорость, драйв. Ну, тут это и относительно безопасность, если с умом к этому подходить. Поднимает его. Сейчас, может быть, к нему и полечу. Всего спортсменам нужно преодолеть практически 60 километров по этому L-образному маршруту. Вот эти дополнительные кольца на карте – это поворотные кольца для того, чтобы менять направление параплана и, соответственно, разворачиваться к нужному маршруту. Площадка и рельеф местности на горе Толстуха позволяют проводить полеты как для начинающих, так и для опытных пилотов. Перепад высоты – 400 метров. Место проведения и стартовая площадка позволяют производить полеты практически при всех направлениях ветра. Мы должны грамотно стартовать. После того, как мы стартовали, нам нужно взять, прежде всего, стартовый поток. Вот многие здесь трутся и видно, как вот в этом месте набирает народ. Если он набирает, значит, там восходящий поток воздуха, который выбрасывает их в стратосферу, как мы говорим. После этого они с помощью своего глайда, то есть аппарата, они имеют низкую скорость снижения, идут на следующий поток, на следующий триггер. А вот как этот триггер увидеть? И в этом и заключается сложность для пилота. Именно сложность поиска того места, где их снова выплюнет наверх. И когда мы идем таким гаглом, так называемым, мы расходимся или свиньей, кто как говорит, или веером. И каждый смотрит друг за другом. Если видит, что соседа поднимает весь гагл, все бегут в это место и пытаются выкружить вверх. Каждый день соревнований задача пилота пройти свой ежедневный маршрут на скорость, так как это прежде всего гонка. Затем после приземления сдать GPS-трекер судьям соревнований. И так все полетные дни. Пилоты приезжают на хэдквотор, так называемый, это место дислокации соревнований. Потом они сдают свои треки. Полет происходит маршрутный по заданным точкам. Эти точки забиваются в приборе. Пилот летит маршрут, заданный, но на скорость. Это гонка. Считается это все очень сложно. Большая формула на несколько страниц. Дальше пилоты сдают треки, программа считает это все. И вечером результаты объявляются. И так неделя соревнований. А я добавлю, что итоги Кубка страны в Смоленском районе подведут уже в конце этой недели. Ну а мы, в свою очередь, провели увлекательный день вместе со спортсменами. Ну что, водрузили флаг Катунь-24 и отправляемся в редакцию делать этот материал для вас. Егор Матаев, Дмитрий Козерлыга. Новости. Субтитры сделал DimaTorzok